Чешские сады Нижнего Новгорода Нижнего Новгорода Штрафстоянки могут оказаться в прошлом. Желание чиновников ввести муниципальные платные парковки наконец-то переходит от слов к делу. Уже летом автовладельцы смогут воспользоваться платной парковкой на площади Революции. Такое обещание дал заместитель главы администрации города Сергей Миронов. Парковка будет рассчитана на 65 мест и стоимость часа обойдется автовладельцам в 50 рублей. До конца года будет введено еще несколько подобных парковок в общей сложности на 350 мест. Также до конца апреля уже в тестовом режиме работают платные парковки на улице Рождественской, Нижневозской набережной, площади Маркина и переулке Нагорном. Пока стоимость часовой стоянки там составляет 20 рублей. Тестовый режим рассчитан на знакомство с системой и на ее проверку. Произвести оплату можно через паркомат, а также через мобильное приложение и при помощи текстового сообщения. На оплату дается 15 минут с момента постановки автомобиля. Штраф за неоплаченную парковку составит от 1 до 2 тысяч рублей. Нарушителей будет определять автомобиль, оборудованный системой фото- и видеофиксации. Полный список муниципальных платных парковок, запущенных в этом году на вашем экране. Отмечу, что парковочные зоны позволят снизить число эвакуированных автомобилей. На штрафстоянке ежедневно увозят по 250 автомобилей. За февраль и март этого года эвакуационные службы заработали 17 миллионов рублей. Сезон пожаров вступил в свои права на нижегородской земле. И хотя относительно жаркая погода еще не устоялась, именно апрель и начало мая считается наиболее пожароопасным. Так как сошедший снег оголил сухую траву, а зелень только распускается. Кроме всего прочего, уже сейчас нижегородцы активно занимаются наведением порядка на своих приусадебных и дачных участках. Зачастую сжигая мусор и сухую траву без всяких мер предосторожности. Кстати, экологи такой способ расправы над прошлогодней зеленью считают просто варварским и губительным для окружающей среды. Весенняя порыва людей поджигать сухую траву. С одной стороны, это объясняется какой-то тупой, давно гуляющий в населении легендой, что от этого земля лучше будет. Ну, я не знаю, опыт человечества, начиная с посечной огневого земледелия, показывает, что она становится лучше на один год, а потом только хуже. Гигантская проблема, потому что каждую весну по стране тысячи и тысячи пожаров, в том числе и гибнут люди, гибнет реально у людей имущество, горят дома, горят машины, то, что горят леса, и это приводит, все помним, что было в 2010 году. По статистике прошлого года произошло 88 природных пожаров и 451 загорания сухой травы. Также было зарегистрировано 4 случая перехода огня на жилые дома. Что за собой влечет введение особого противопожарного режима? В первую очередь, это, конечно, наличие определенных ограничений и запретов. Большей частью они касаются непосредственно запрета на проведение сельскохозяйственных палов, разведение костров, сжигание твердых бытовых откодов мусора на землях Неслового фонда, в населенных пунктах и прилегающих территориях, а также выжигание травы, в том числе на земельных участках, непосредственно примыкающих к лесам и к землям сельхозназначений. Также запретно использование сооружений для приготовления блюд на углях, так называемых мангалов, а также на землях лесного фонда и прилегающих территориях. В текущем году с момента схода снежного покрова на территории Нижегородской области уже произошло 360 возгораний сухой травы и мусора, часть которых представляли реальную угрозу из-за масштабности. В особой зоне риска – Автозаводский район и город Кстова. Нижегородскую звезду шоу «Каникулы» в Мексике Евгении Кожухова лишили водительских прав и отправили под арест. Напомню, его подозревают в смертельном наезде на женщину. 8 апреля в 2 часа ночи на улице исполкома водитель автомобиля «Хёндай» насмерть сбил пешехода и скрылся с места. Уже подтверждено, что машина принадлежала скандально известному Кожухову. Сейчас следствие устанавливает, кто все-таки в этот момент находился за рулем. Также решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Криминальную хронику в нашем эфире продолжит рубрика «Место происшествия». На пересечении проспекта Кирова и улицы Челюскинцев загорелся мусоровоз. Пламя находилось вблизи жилого дома, причем в этом ЧП. Дело вряд ли в неисправности самого грузовика. На записи видно, что полыхает именно прицеп с мусором. Возможно, причиной послужила чья-то неосторожность. Нижегородцы решили поменять свое отношение к нашим дырявым дорогам. В сети появилось видео так называемого тест-драйва. Машины, подготовленные к езде по бездорожью, испытывали один из самых популярных участков. Улица Солганская, где, как ни на ней, отрабатывают навыки вождения или навыки преодолевания препятствий в Нижегородске. И, конечно, ям много не бывает. И ладно бы асфальт сошел вместе со снегом, к этому мы уже привыкли. Новая беда. В центре Нижнего Новгорода на дороге образовалась двухметровая яма. Провал произошел во дворе между домом 10В на Большой Покровской и 13Б на Алексеевской. Сейчас сотрудники аварийных служб и представители городской администрации разбираются в причинах этого настоящего провала. Российский суд отменил супружеский долг. Таким образом, если ваш супруг или супруга не могут выплатить кредит финансовую организацию, то вы теперь не обязаны выплачивать долги за свою официальную вторую половину. Антон Галеев расскажет подробнее. Антон, тебе слово. Да, Настя, действительно, на днях Верховный суд, по сути, отменил презумпцию совместной расплаты по долгам, состоящих в браке партнеров. Банкам уже рекомендовано ужесточить условия для заемщиков, состоящих в браке. Скорее всего, таким кредиторам нужно будет заранее получить письменное согласие своей жены или мужа на взятие кредита более чем в 100 тысяч рублей. Раньше, если один из супругов взял кредит на семейные нужды и не выплатил его, то банк мог потребовать отвечать за невозврат обоих. На нижегородских предприятиях задолженность по зарплате за март увеличилась почти в 5 раз. На 1 апреля местные работодатели оказались должным сотрудникам в общей сложности в 72 миллиона рублей, а это уже почти в 5 раз больше, чем в марте. Такие данные приводят в Росстате. Кстати, среди Приволжского федерального округа в нашем регионе работодатели должны больше всех, а также мы находимся на первом месте по приросту задолженности по зарплатам. Центробанк планирует внедрить 30% скидки на ОСАГО для пожилых опытных водителей. Сейчас рассматривают именно возможности изменения коэффициента к стоимости ОСАГО, который бы учитывал возраст и стаж водителя. Планируется внедрить порядка 15 категорий водителей по возрасту и стажу, вместо действующих 4. По данным Центробанка, стоимость доллара США составит 66 рублей 4 копейки, евро 75 рублей 1 копейка. Цена за баррель нефти марки «Бренд» 43 доллара и 33 цента. Ну а далее новости от наших партнеров. Мы прервемся ненадолго и вот о чем пойдет речь во второй части нашего выпуска. Нижнему Новгороду могут присвоить звание воинской славы, ведь именно наши ветераны обеспечивали фронт самой необходимой техникой. Мы продолжаем собирать наш бессмертный полк. Расскажем, когда и где построение колонны, а также как изготовить штендер. От простых телег до военной техники сегодня в Нижнем Новгороде открылась необычная выставка ретроавтомобилей. Каким должен быть идеальный диван этой весной? Обязательно красивым, нежным, ласковым и, конечно же, по-настоящему весенним. Еврочехлы. Даже после многократной стирки ткань чехлов сохраняет свои первоначальные свойства. Кроме того, множество расцветок, придуманных итальянскими дизайнерами, украсит любой, даже самый изысканный интерьер. С Еврочехлами легко можно создать ваше настроение ярким и красочным. Обновляйся этой весной вместе с Еврочехлами. Приходите. Московский вокзал, центральный универмаг, первый этаж. Телефон 291 07 21. Здравствуйте. Меня зовут Татьяна Евгеньевна. Я врач-педиатр. Работаю в этой профессии более 18 лет. За это время накоплен большой опыт работы с детьми, знаний их особенностей развития, а также здоровья. Согласитесь, найти врача, для которого работа, в первую очередь, это призвание, не так легко. Выбрав программу патронажа для своего ребенка, вы знакомитесь с таким педиатром. Доктор будет сопровождать малыша, начиная с самого рождения. Осмотр на дому обезопасит ребенка от инфекций. Татьяна Евгеньевна, спасибо вам большое. Приходите к нам еще. Вам не надо следить за графиком посещений специалистов или сроками вакцинации. Ваш личный врач и администратор поликлиники составит индивидуальный план наблюдения. Какой девочка, молодец, умница. Ловит, умница, мальчик. Мы здесь чувствуем себя как дома. Ребенок у меня здесь спокойный, веселый, врачей не боится. Я спокойна за его здоровье. Поликлиника «Любимый доктор» предлагает несколько программ патронажа. Позвоните и узнайте про ту, которая подойдет вашему малышу. Кроме того, для жителей микрорайона «Цветы» действует акция. Прием педиатра от 600 рублей. Запчасти для мобильных устройств. Широкий ассортимент. Компания «Звезда Apple». Сломался телефон или планшет? Быстрый профессиональный ремонт. Пожалуй, самые низкие цены запчасти в наличии. Ремонт любой сложности. Айфоны, айпады, айподы, сотовые телефоны, ноутбуки, планшеты, электронные книги, фотоаппараты, видеокамеры, GPS-навигаторы. Бесплатная диагностика, собственный склад запчастей, короткие сроки ремонта. Мы находимся за торговым центром «Мебельный базар». Пять минут от остановки станции метро «Московская» и «Московский вокзал». Работаем без выходных. Мы ждем вас. Гордеевская, 7, офис 104. Телефон 8-929-04-03-00. Вы смотрите службу новостей «Город» и мы продолжаем. Нижнему Новгороду могут присвоить звание города воинской славы. Сейчас соответствующие обращения фракции «Единая Россия» намерены передать федеральным властям в ближайшие дни. Надежда Рожнова продолжит. Да, Настя, сегодня об этом заявил Владимир Панов на заседании Городской думы. Спонсор рубрики «Короткой строкой» – магазины мужской одежды «Сударь» и «Винзана». Тем самым «Единороссы» хотят увековечить подвиги наших ветеранов, которые во время войны трудились в тылу на Горьковских заводах. Ведь в то время наш город был настоящей кузницей победы. Так, например, совсем молодым Виктор Степанович Лукоянов пришел на авиационный завод «Сокол». Сейчас ему 95, а он до сих пор помнит, как каждый день выпускал по три самолета. В 7 часов иду на работу, опаздывать нельзя было. Такая дисциплина держалась. Мы понимали, что надо работать. Давали задания. Три самолета нашей бригады. И обычно заканчивалось в часах 4, иногда в 6. Всякое было. Второго дня. И только придешь поспать дома, а утром 7 часов опять на работу. И вот так, без выходных работали. За годы войны на Горьковских заводах был изготовлен каждый третий танк, каждый четвертый самолет-истребитель и каждая вторая подводная лодка. Горьковчане поставляли на фронт артиллерийские системы и грузовые автомобили, реактивные установки «Катюши» и минометы. Поэтому Владимир Панов сейчас настроен добиваться для нашего города звания воинской славы и влиять на ускорение принятия закона о трудовой славе. Нижегородского пилота наказали за приземление и парковку на оживленной трассе. Напомню, на прошлой неделе несколько автомобилистов стали свидетелями бесцеремонного поведения священнослужителей, для которых пришлось посадить вертолет прямо на проезжую часть. Событие зафиксировал на камеру регистратора один из очевидцев. Как только вертолет приземлился, к нему подошли два человека в рясах. Действие продолжалось несколько минут. Все это время дорога была блокирована несколькими автомобилями. Через пару минут один из священников сел в вертолет и улетел. Сегодня транспортная прокуратура закончила проверку по этому делу, и пилот теперь обязан выплатить штраф. 9 из 10 выпускников Нижегородской медицинской академии планируют работать в Нижегородском здравоохранении. Это самый большой показатель за последние 10 лет. По словам самих студентов, в медицинской академии они видят перспективы в будущем и связывают свою судьбу с профессией врача именно в Нижегородской области. После окончания планирую в больнице имени Семашко. То есть остаюсь здесь, в Нижнем Новгороде. В основном потому, что считаю, что здесь очень хорошая школа, скажем так. То есть действительно я очень много отзывов слышал от уже практикующих врачей, не одно десятилетие даже, которые работают в специальности, что в Нижнем Новгороде очень хорошая школа. Выбор выпускников поддержали и участники круглого стола Общероссийского народного фронта, которые высоко оценили конкретные шаги правительства области по привлечению кадров и повышению престижа врача. В кадровой проблеме системы здравоохранения сделано очень много. И, собственно говоря, вот те программы, которые для системы здравоохранения очень много сделал губернатор Нижегородской области, Валерий Павленшанцев, я думаю, что у всех свежа в память, это программа, когда кадрово укомплектовывалось село. И для выпускников медицинской академии предоставлялся дом, предоставлялась машина. И вот благодаря этой программе фактически вся территория Нижегородской области была обеспечена кадрами именно врачами, те, которых не хватало долгие годы. По словам руководства Минздрава, несмотря на положительную динамику, в целом вопрос дефицита кадров по-прежнему актуален. Например, не хватает терапевтов и педиатров. Одним из шагов станет очередное увеличение целевых квот по линии Минздрава в медакадемии. На следующий год по направлению пойдут учиться уже не 130, а 200 будущих врачей. Это были все новости рубрики «Короткой строкой» на сегодня. Не переключайтесь. 9 мая по Нижегородским улицам мы пронесем портреты тех, кого давно с нами нет. Тех, кто ценой своей жизни отстоял нашу родину. Портреты тех, кто выжил на Курской дуге, защищал Москву и Сталинград, брал Берлин и Кёнигсберг. Это наши герои. Герои бессмертного полка. Ты послушай, внучек, послушай, чтобы сыну потом рассказать. С неба смотрят родных наших души. Смерти память у нас не отнять. Колю ранили, Сашу убили. Кто вернулся, растили детей. И заранее крепко любили нерожденных твоих сыновей. Бессмертный полк. Сохрани память о родных в книге народной памяти. На сайте мойполк.ру Добрая традиция чествовать героев прижилась на Нижегородской земле. Уже сейчас тысячи горожан готовятся к всероссийской акции «Бессмертный полк». В этом году сбор и построение колонны состоится ровно в 8.30. Место встречи – Верхневовская набережная, около гостиницы «Октябрьская». «Бессмертный полк» будет замыкать парад. И, кстати, определенной категории граждан социальная защита готова оказать помощь в изготовлении штендеров с фотографиями ветеранов. Подробности можно узнать по телефону, указанному на ваших экранах – 413-22-27. Всю остальную информацию по изготовлению фото и штендеров вы можете уточнить по телефону редакции 1-го городского 217-01-71. Сегодня у стен Нижегородского Кремля открылась грандиозная выставка, посвященная колесам. Так условно хранители Нижегородского историко-архитектурного музея назвали ретро-коллекцию. От простых телег до военной техники. Большинство экспонатов на ходу. Так что новая выставка станет подготовкой к встрече гостей Чемпионата мира по футболу. Для них планируются выездные экскурсии на старых «Волгах» и «Жигулях». Екатерина Вологина узнала, какие эпохи стоят на колесах прошлого автопрома. Автомобиль, где колес сразу пять. Это редкий экземпляр легендарной Победы. Запасное колесо здесь снаружи. За 12 лет на нашем Горьковском автозаводе выпустили 240 тысяч таких машин. Иметь именно этот автомобиль у себя в гараже мог далеко не каждый. Эти авто не покупали, а дарили. Роману Бунтикову вместе со своими единомышленниками удалось даже восстановить этот цвет. Насыщенный фиолетовый специально для важных особ. Такого цвета данные автомобили доставались в награду боевым офицерам, высшему командному составу, руководителям. Таким цветом выделялись очень большие чиновники в Москве. Цвет был узнаваем на улицах. Все знали, что едет человек высокопоставленный. Сегодня эта машина в первую очередь роскошь и лишь потом средство передвижения. Хотя четырехколесная до сих пор в строю. В 60-е годы среди советских людей ходил такой анекдот. Купил мужик Волгу, поставил ее в гараж, ездил на ней редко, зато чистил до блеска каждый день. Однажды его сосед спросил, что же ты совсем не ездишь на своей Волге? На что тот ответил, да разве можно ездить на мечте? Вот такая это была машина, которая в общем-то и сейчас для многих ценителей ретроавтомобилей остается чем-то вроде идеала автопрома. Да, конечно, такую Волгу и сейчас редко встретишь на наших дорогах, но уже совсем по другим причинам. Особая популярность тогда имела и крохотная фигурка оленя на капоте машины. Их путали с сувенирами и воровали. Газу 21 иностранцы дали свое название – русский танк. На международной торговой выставке в Брюсселе в 1958-м наша Волга столкнулась с трамваем и перевернула его, а сама осталась без единой царапины. Разумеется, новинка нашего автопрома имела успех. Кинорежиссеры активно стали снимать ее в кино. В фильме «Берегись автомобиля» демонстрировались, например, скоростные способности авто. А эта темная иномарка запомнилась как автомобиль разведчика Штирлица. Иннопрототип этого автомобиля под названием «Вандерер» принимал участие в съемках фильма «17 мгновений весны». Поэтому он как-то символически нам более близок, более дорог. Эта модель «Ауди» еще до военной эпохи. Дата ее выпуска – 1938 год. В то время выпустили всего 20 тысяч автомобилей. На восстановление этого раритета у наших мастеров ушло три года. Машина получилась как новенькая, хотя на самом деле ей уже восьмой десяток. Так и не скажешь, через что пришлось пройти еще одному выпускнику нашего автозавода – ГАЗ-67Б. В военные годы, наверное, каждый знал, что это машина НКВД. Колеса были стлевшими, естественно, вся ходовая система сгнила, что-то изготавливалось заново, что-то находилось в интернете, что-то привозили люди, естественно, восстанавливался родной двигатель, родная коробка. 95% всей техники на колесах в рабочем состоянии. Коллекционеры и реставраторы шутят, готовы даже на телеге провести. Чем, собственно, и планируют удивлять туристов – гостей города во время Чемпионата мира по футболу. Это только на открытии выставки машины разместили на лестнице. Будут желающие – прокатят. Музеев автомашин, да, их много, и по миру это, но они все статичные, они стоят. А у нас в чем будет изюминка, что они будут давать возможность прокатиться. Это же уникально – получить экскурсию на этой машине, проехаться по нашей замечательной сейчас Нижневолжской набережной. Выставка под открытым небом проработает вплоть до зимы. К слову, экспозиция постоянно будет обновляться. Со дня на день ждут еще один экспонат – подводную лодку Петра Первого. Екатерина Вологина, Никита Лепехин, служба новостей и город. Когда у человека хорошее воображение, дома его может напугать даже обычная женская заколка. Наш эфир продолжит рубрика «Социальные сети» от Артура Кортеса. К тому времени, когда мы смирились к женским волосам по всей квартире, появилась новая проблема. Вот что вы за люди-то такие? Так и до инфаркта довести недолго. Ах, ну да. Кто до сих пор в шоке? Успокойтесь, это крабик для волос. Полегчало? В какой-то степени да. А если в следующий раз там будет реальный? Короче, дамы, вот теперь не спрашивайте, почему в мире так мало мужчин. И вы тут еще со своими заколками. Тук-тук-тук, я человек-паук. Я каждый раз ржу над всякими типами, у которых тачка ревет, как реальный спорткар. Но едут они не быстрее оки. И у нас есть новые понторезы. Дрын-на-на-на, дрын-на-на-на, на дороге я сатана. Смотрится-то как мощно. А сам момент напоминает чем-то мультик, ну погоди. Чувак, сломался же просто. Я бы даже сказал, сгорел на работе. И хватит, ну, дети уже, в конце концов. Фу, как не культурно. Я вам точно говорю, по-моему, это какая-то специальная примочка. Но представь, подъезжаешь такой к девчонкам и без слов просто. Мда, автобус все портит. В автобусе для меня не хватило места. Рубрика Бомбанула. Друзья, я в шоке. Наше правительство собирается впустить в оборот новые купюры. А именно 2000 рублей и 200 рублей. И в интернете предлагали много дизайнов новых банкнот. А вот вам наш вариант. Как вы подумаете, хотя бы в этот раз Да это бесполезно. Хотя бы надежда есть. А вот планирование распределения государственного бюджета происходило примерно вот так. Уважаемые чиновники, У меня есть тонна бабла, и я не знаю, что с ним делать. Сложно, у меня тоже дома уже места нет совсем. Товарищи, ну я все придумал. Давайте, короче, пустим их на разработку двух новых купюр. 200 рублей и 2000. Я тут прикинул, уже гораздо удобнее станет жить, понимаете? То есть в квартире даже место освободится. То есть, ну понимаете, о чем я говорю, да? Ну это чьяк, нормально, нормально. А что если мы дороги сделаем? Что ты сказал? Самый нужный на свете подарок, деньги. Ну а сейчас, в Шром Раша везло. Вы знаете, я реально хочу научиться снимать хорошие вирусные видео. Потому что за один день 400 тысяч просмотров, это реально круто. Нам подошла девушка, хочет нас с нами спеть. Если вы как бы за этот эксперимент, надо громко распределять нас поддержать. Сделаем вид то, что мы поверили. Такого как Путин, чтоб не обижал. Такого как Путин, чтоб не убежал. Вот молодцы. Знают болевые точки правильного пиара. Но это же все спланировано. Так, начнем с того, что вы так даже не сыграли. Поэтому завидуйте молча. Я хочу себе такого как Путин. Такого как Путин полного сил. Это была рубрика «Социальные сети». Меня зовут Артур Кортес и я наблюдаю за вами. Ваши фото и видео тоже могут дополнить наш эфир. Но для этого, когда будете выкладывать их в сеть, не забудьте поставить хэштег «Первый городской НН». И еще заходите в нашу официальную группу ВКонтакте «Первый городской Нижний Новгород». Ведь вместе с нашими партнерами «Суши Вау» мы продолжаем конкурс репостов. Поделившись записью, у вас появится шанс выиграть настоящую суши-вечеринку для всей своей компании. Ну а далее наш традиционный опрос. Мы продолжаем радовать нижегородцев подарками. Конечно же, взамен на их хорошие новости. Посмотрим, кто стал счастливчиком сегодня. Спонсор рубрики «Ваши хорошие новости» – сеть магазинов парфюмерии и косметики «Ноктюрн». Заканчивается учебный год. Год аспирантура пролетел. Скоро на нас у экзамены. Я сдал рефераты. Готоваюсь к экзамену. Все хорошо. Мой начальник за скоростью рождения. Я иду покупать ей подарок. Наверное, это хороший новостик. Я недавно установил свой мотоцикл. Скоро у нас открытие сезона. Поглашаем вас. Девчонки красивые. Будем вас катать. На любимую работу, на долгожданную работу устроилась. Социальный отдел. Я с удовольствием с вами поделюсь. Я сейчас в отпуске. Первый день. Завтра отпуск начинается. Я во время отпуска уезжаю к себе в деревню. В деревню, в домик я там приобрела. Буду там отдыхать, наслаждаться природой и выращивать овощи. От сети парфюмерии и косметики Ноктюрк мы дарим вам главный приз. Спасибо огромное. Этим вы мне повысили настроение еще больше. Спасибо. Ну и в завершении выпуска о погоде прогноз на четверг подготовил наш юный синоптик. Спонсор детского прогноза погоды на Первом городском универмаг деловой одежды для детей и подростков Юниор Центр. Всем привет. Меня зовут Арина. По народному календарю 21 апрель день Вадима Ключенко. Считалось, что в этот день нужно особенно почитать воду. Народ управлялся к рекам и озерам, чтобы почистить водоемы. Считалось, что без этого весны не будет. В этот день было принято умываться ключевой водой. Она обладала целебными свойствами. В четверг в Нижнем Новгороде облачная погода. Днем плюс 10 градусов, вечером плюс 6. Нужен новый телефон, но не хотите переплачивать? Наши корреспонденты знают, где купить технику, при этом сэкономить. А еще у многих часто возникает другой вопрос. Куда сдать старую технику? В данном случае оптимальное решение воспользоваться услугами комиссионных магазинов. Основное предназначение входной двери – оберегать жителей дома от неблагоприятных внешних воздействий. На межкомнатные двери ложится не менее ответственная миссия – защита личного пространства каждого из домочадцев. Поэтому любая дверь должна быть функциональной, практичной и ни в коем случае не должна быть причиной дисбаланса по отношению к общему интерьеру вашей квартиры. Несмотря на то, что внешний вид и конструктивный дизайн каждой модели индивидуальны, условно все изделия можно разбить на три группы – хай-тек, модерн, классические. Не нужно быть специалистом, чтобы из представленных в магазине моделей безошибочно определить двери типа хай-тек. Много стекла, резкие прямые линии, как магнит притягивают в себе внимание покупателей. Однако в данном случае следует осознавать, что само по себе направление хай-тек ассоциируется с минимализмом во всем, а значит в любом другом интерьере, кроме как в аналогичном стиле, дверь хай-тек может смотреться одиноко и некрасиво. Наиболее популярными и востребованными на сегодняшний день являются двери в стиле модерн. Дизайн таких моделей предполагает себе классические закругленные элементы и прямые обрубленные линии из хай-тек, что гармонично будет смотреться в большинстве современных интерьеров. Классическая дверь, как правило, отличается роскошью и помпезностью, наличием богатой отделки и красивыми резными ручками. Такие варианты уместно смотрятся только в сочетании с соответствующим дорогим декором и массивной классической мебелью. В любом случае, для того, чтобы выбрать подходящие двери для вашего интерьера, вам придется обратиться к профессионалам. Работающим в компании Двери ТС, которые помогут подобрать вам оптимальное решение для вашего интерьера. Красивые, надежные и экологичные двери в компании Двери ТС. Гармоничное дополнение любого интерьера. Теперь у покупателей компании Двери ТС появилась возможность приобретать двери в рассрочку и без переплаты. Только сейчас цена на металлические двери от 3300 рублей, а межкомнатные от 990 рублей. И при всем этом изобилии весенняя скидка до 10%. Распахните двери для красоты и гармонии в компании Двери ТС. Двери для красоты и гармонии в компании Двери ТС. Ночью плюс 6, пасмурно, а также возможен дождь. В пятницу 22 апреля днем плюс 9, малооблачно, небольшой дождь, ночью плюс 4, ясно. В субботу 23 апреля днем плюс 9, малооблачно, небольшой дождь, ночью плюс 4, ясно.